Здравствуйте, приветствуем вас на нашем вебинаре. Традиционно хотелось бы проверить звук, слышите ли вы нас. Если вы нас слышите, то на вкладочке questions, пожалуйста, поставьте плюсики. Мы хотим убедиться, что все в порядке, и звук идет, и все у нас прекрасно. Картинка тоже транслируется. Давайте подождем реакции. Отлично, плюсики пошли. Если у вас вдруг нет звука, то попробуйте переподключиться. Это очень часто помогает, и все становится хорошо. Традиционно мы вещаем наши вебинары с видео. Если вам не нужно наше видео, вы можете его, в принципе, свернуть. Мы на картинке на экране показываем, как это сделать. Запись вебинара традиционно мы сделаем обязательно. Я опубликовал пост на Фейсбуке, я выложу ее туда, и наши девочки выложат традиционно в те места, где хранятся все записи вебинаров. Саша сейчас на вебинаре нам покажет, где можно найти будет нашу запись, и где вообще можно найти какие-то учебные и вообще материалы по интеграции с 1С и работой с управлением сайтом. О чем мы сегодня будем с вами разговаривать? Разговаривать мы будем с вами об интеграции интернет-магазина, о стандартных сценариях, которые вы выполняете, в принципе, каждый день у себя в организациях. Вы выполняете это каждый день в своей партнерной работе. Мы будем смотреть, как выполнять такие интеграции, как работать с такими интеграциями. Не все сценарии используются одновременно, некоторые сценарии используются разово. Но мы постараемся рассказать о самых популярных и самых интересных, о тех, которых вы нас просили рассказать. Немножко представлю моих коллег. Это Александр Денисюк, он занимается разработкой нашего модуля под 1С. И Евгений Кобзарь, он занимается разработкой модуля на стороне БУСа. Всем привет! Итак, о чем мы с вами будем разговаривать? Немножко поговорим, где скачать модуль. Саша покажет, где вообще находятся все модули для наших интеграций. Расскажет о версиях этих интеграций. Немножко покажет, где получать актуальную информацию о всех новинках и изменениях, которые происходят внутри. Где получать учебную информацию. Ну и мы поговорим о кейсах, которые у меня на экране. Это самые такие основные и самые нужные кейсы в повседневной работе. Я сейчас переключаюсь на Сашу, потому что вещать и транслировать мы все будем с него. Так, понеслась. Show my screen. Все, картинку я твою вижу. Прекрасно. Все. Итак. Давай начнем с того, где скачать модуль, где его найти, где, что у нас. Всем привет. Сейчас вам покажу, где можно скачать модуль. Скачать его можно на стандартной нашей страничке, которая находится. Зайти на эту страничку можно по следующему адресу. 1s.1sbittrex.ru. Открывается наш сайт по интеграции с 1s. И тут раздел интернет-магазин плюс 1s и снизу пункт скачать. Открывается страничка, на которой представлены прикладные решения, релиз, на котором тестировался тут конкретный модуль, версия модуля и дата версии модуля. Если она выделена красным цветом, то значит, что версия вышла в течение двух недель. Последних двух недель. Да, последних двух недель. Если же выбрать конкретное определенное решение, то открывается список со всеми модулями по этому решению. У нас недавно вышел модуль версии 7 для Out1, на который, кстати, будем показывать настройки. Можем открыть его и посмотреть изменения, которые были в этой версии. И также можно скачать документацию, она идет и в самом модуле, запакованном в архиве, так и можно скачать отсюда. Самое главное – это решение, которое предоставляет компания 1s Bittrex. Мы делаем их самостоятельно. Это не штатное и нестандартное решение, которое находится в коробке 1s. Это специальное отдельное решение, которое нужно будет установить на коробку. Мы сегодня не будем останавливаться на том, как его поставить. Саша уже все приготовил. У нас были вебинары, он сейчас покажет внутри, где можно найти эти решения и как их ставить. Вернее, найти документацию, вернее, наши вебинары, где мы показывали, как устанавливать этот модуль уже не раз. Все эти решения, они базируются на различных версиях. Вы внимательно смотрите, какая версия стоит у вас, внимательно смотрите, для каких версий делаем модули мы. И, соответственно, скачивайте нужную именно для вас. Да, мы очень много показывали, как устанавливаться. Это, в принципе, типичная стандартная операция для всех модулей, для всех разных версий модулей. Поэтому постоянно показывать это очень долго и вам это, наверное, будет неинтересно. Давай внутри модуля покажем, где получать наши вебинары, где найти наши вебинары, чтобы не искать на сайтах. Мы специально встроили с тобой тогда внутрь прям самих установок, где у нас это все выглядит. Когда устанавливается наш модуль, слева появляется раздел 1S-Bitrix. При переходе в этот раздел тут как раз таки есть наш модуль. И версия 7 я расскажу по разделу информации. Как раз таки здесь есть, если хотите почитать документацию, открывается пункт «Открыть документацию», открывается документация и техническая, и пользовательская по нашим модулям. Здесь и для 4-й версии, и для 5-й, и для 6-й, и для 7-й тоже появится в ближайшем будущем. Ну, главное, что такие стоят. Если нажать на ссылку «Перейти на форум интеграции», то тогда открывается форум, на котором вы можете посмотреть ответы и задать вопросы другим румчанам. И в том числе и я периодически смотрю этот форум, и если что, очень часто отвечаю на вопросы тоже. И, конечно же, есть пункт «Посмотреть вебинары по интеграции». Здесь мы записываем все вебинары, которые у нас проводились. То есть сегодняшний вебинар тоже сегодня или завтра появится в этом пункте, и вы сможете его посмотреть. Помимо этого, в 7-й версии появился новый пункт, называется «Написать тикер в техподдержку». Если у вас есть какая-нибудь, вы нашли какую-нибудь ошибку в модуле, вы можете, перейдя на этот пункт, указав свою электронную почту, написать информацию об ошибке, вложить в лог-файл, если эта ошибка связана с выгрузкой на сайте или с загрузкой, и отправить. Есть 1С, автоматически создается тикет нашей техподдержки, со всей служебной информацией, которая, как правило, вы можете не знать, какую служебную информацию, техническая, версия модуля, какая-то база 1С, какая-то платформа, техническая информация, которую, как правило, забывают указывать. Но эта информация нужна для более скорейшего решения тикета. Самое главное, что теперь вам не нужно никуда ходить, чтобы написать обращение о помощи, чтобы ребята вам подсказали, что не так. Вы можете прямо находясь внутри 1С и сделать это очень быстро. Самое главное, не нужно будет отвечать на какие-то дополнительные вопросы, а отдайте мне лог-файлы, дайте мне какую-то техническую информацию о настройках. Ребята сразу же получат всю эту информацию внутри вашего обращения. Соответственно, реакция будет более быстрая, реакция будет более качественная. Ребята будут сразу видеть все проблемы или все настройки, которые сделаны у вас. Это немножко ускорит решение ваших обращений к нам. Я даже сказал, что не немножко, а очень сильно, потому что, как правило, когда до меня доходят уже тикеты из техподдержки, как правило, нет информации технической, которая мне необходима. Я не знаю, какая какая-то платформа, я не знаю версии платформы, я не знаю, какое-то там решение, какое прикладное. Очень часто не пишут какой-то релиз 1С. В этом случае, пока я начинаю задавать уточняющий вопрос, когда прошу влог, то проедет уже несколько дней. А в данном случае это намного быстрее решается. Так, по разделу информации рассказал, а теперь мы перейдем именно конкретно к настройкам. В данном случае мы здесь будем показывать только кейсы, как настраивать обмен документами, то есть самые типовые кейсы, которые настраиваются при работе в связке 1С сайт. Поэтому товары на сайте уже выгружены. Я их уже выгрузил специально, сейчас я вам покажу. На сайте здесь у меня уже есть каталог выгруженный из 1С, причем выгружен он через так называемый пользовательское дерево групп, то есть сделал свою иерархию, выгрузил свои товары. В данном случае мы будем только настраивать, только обмен документами. Поэтому мы сейчас создадим настройку. А, если у кого сейчас версия модуля 6, то можете заметить, что здесь немножко изменился интерфейс. В данном случае тут в 7 версии много еще поменялось. Вы можете, кстати, зайти на наш сайт, где скачивается модуль, и почитать все изменения, которые по нему есть. Да, там огромный список изменений. Саша проделал огромную работу с Женей. Они выпустили много интересных обновлений. Вы, кстати, по ходу вебинара можете задавать нам вопросы на той же вкладочке «Questions». Я стараться буду те вопросы, которые будут обобщены, общие какие-то, интересные всем, буду озвучивать, и мы будем на них отвечать в эфире. Если вопрос будет какой-то узкий или специализированный, я буду отвечать просто в чатике обратно вам на этот вопрос ответ делать. Так, создадим настройку для обмена документов. Назовем его «Документы». Выгружать мы будем на сайт, а сайт у нас… Вот этот. Первый пароль важный. Это у меня состоит русский, сейчас он в искусстве на самом деле. Пароль тебе введи, хитрый какой. Будешь мне на сайт выгружать что-нибудь интересное. Попробуй тест. Так, сейчас укажем каталог, каталог лога, потому что он обязательно для заполнения. И проверим соединение. Так, все успешно. Теперь мы на старе. У нас будет только обмен документами, поэтому я ставлю выгрузку только документов. И выгружать мы будем только измененный объект. Но так как эта настройка новая, она все равно при первом обмене успешном, она будет полная выгрузка, а потом будет сразу только изменение. Так, оставим документы. Так, какой у нас там первый кейс, что у нас? Так, ну первый кейс, давайте сейчас немножко, ну не сразу прям в карьер. Давайте будем разбирать кейсы. Первый кейс будет бизнесово как звучать. Во-первых, при любой интеграции, почти при любой интеграции, всегда есть кто-то главный. Когда вы делаете интеграцию с 1С и интернет-магазином, очень часто 1С выступает как главным инициатором основных изменений. То есть мы сейчас рассмотрим кейс, когда мы работаем в 1С с заказами полностью. Сайт является просто обыкновенной витриной. На сайте создаются, естественно, заказы, они оплачиваются на сайте. То есть клиенты работают стандартным образом, как они и работают. Но дальнейшая работа будет идти в 1С. А какая это работа? Самая основная работа – это сделать отгрузку заказа, зафинализировать этот заказ и проверить. Мы проверим и убедимся, что после этих изменений, которые сделает Саша внутри 1С, то есть делает отгрузку этого заказа и проведет его с закрывающим, то есть сменит статус на финальный, мы убедимся, что этот финальный статус есть и на сайте. То есть заказ обновился на сайте. Запускаем. Так, оплата у нас на сайте делается. Да, оплата делается на сайте, заказ делается на сайте, а 1С мы делаем стандартную операцию. Мы его отгружаем в полном объеме, без всяких изменений, без всяких делений. По данному кейсу у нас оплата, получается, она и загружается, и выгружается. Отгрузка у нас только выгружается, не загружается с сайтом. Перед тем, как настроить вот эту вкладку, мы сначала настроим заказы. Так, сначала, так у нас версия седьмая, тут появилось изменение со статусом. Если раньше у нас статусы заказа были, статусы заказа на сайте были равно статусы заказа в 1С, то теперь это может быть как состояние заказов, так и свойство заказа. В данном случае, чтобы мы не повторяли предыдущие вебинары, сделаем так, что будем привязывать статусы заказа на сайте к свойствам заказа. И сейчас мы, перед тем, как сделать настройку, мы зайдем в заказ и создадим новое свойство. Которое мы будем привязывать статусы. Будем мы использовать не дополнительное сведение, а будем использовать дополнительный реквизит. Сделать все просто, нужно просто зайти на форму заказа или существующего, у меня демо база, тут есть заказа, или новую и зайти в пункт еще, и изменить состав дополнительных реквизитов. Здесь сразу открывается группа для заказов, мы создаем новый. И устанавливаем тип значения, дополнительное значение, и называем его. Сами значения создадим чуть позже. Так, сделали его. И теперь заходим в сами настройки. Откладку заказа и выбираем пункт настроить соответствие статусов заказа. Здесь мы выбираем источник статусов, что это свойства заказов, указываем конкретно это свойство, которое мы создали. Нажимаем на кнопку загрузить с сайта, в данном случае у нас свойства, которые есть на сайте, загрузятся в 11. И мы сделаем и привяжем. В данном случае у нас это свойство, мы создадим точно такие же значения свойств, с таким же названием. Перевязали. Также в седьмой версии появился маппинг, но тоже соответствие статусов, не статусов, а уже служб доставки. Мы тоже их настроим. Его нужно настраивать для того, чтобы при выгрузке отгрузок у нас не терялась отгрузка та, которую клиент установил во время создания заказа. Вот эта схема фактически появилась же только для 11 версии, и она есть в каком-то виде в UNF, правильно? В остальных версиях ее нет. Она будет во всех седьмых версиях, но так у нас сейчас пока вышла в тестовом режиме только для UT11, а для остальных модуля проверяется, еще тестируется для 10.3 и для UNF. То есть сейчас это есть только для 11 версии. Получается, ну, только для 11 версии. Так, мы для заказов, соответственно, служб доставки можно указывать или способы доставки, или точно так же свойства заказов. Свойства заказа мы показали, то есть это то же самое, как и со статуса заказа. Будем использовать здесь способы доставки. Это стандартный реквизит, который есть уже в управлении торговли в заказе. Загружаем в службу доставки с сайта. У нас на сайте есть только три... Вообще, без доставки это стандартная служба доставки, остальные две они есть на сайте. Мы вот привяжем только вот эти две. Самовывоз, а доставок курьером у нас это будет рассматривать на рассматривание службы. Так, все. Настроили. Теперь мы еще, так как у нас оплата приходит с сайта, также нам нужно делать соответствие. Я так понимаю, если... У нас там мы будем смотреть на эквайринговую операцию. То есть это оплата клиентам пластиковым картерам. Это, наверное, самая массовая схема оплаты. Поэтому подразумеваем, что других оплат мы не будем загружать в 1С. То есть поставим, поставим в флажок только эквайринговую операцию. Но вообще, в принципе, это делать не обязательно. Просто показывают, что значит эта кнопка. То есть это означает, что у нас будет только эквайринговая операция, будет загружаться. Ну, фактически, твой кейс говорит о том, что наш сайт работает только с интернет-заказами. У нас нет точек самовывоза, у нас нет курьерской службы. Мы работаем только в виде интернет-магазина. Соответственно, отгружаем товар, например, почтой России. И, соответственно, у нас только эквайринговая операция, потому что оплата происходит на сайте. В данном случае, как бы так. И еще, естественно, настраиваем соответствие платежных систем. Переходим на вкладку эквайринговой терминала. Загружаем платежные системы с сайта. С сайта у нас только есть. Сейчас доступны только две платежные системы. Тут внутренний счет и банковские карты. Использовать мы будем банковские карты. Добавляем терминал. Указываем. Блатежные системы мы не так указываем, а вот так указываем. Все, применили. Теперь, когда у нас будет приходить оплата с типом эквайринговой операции, у нас будет поставляться терминал вот такой вот. Теперь мы переходим на отгрузки, мы уже указали. Здесь можно указать отборы. В том числе в седьмой версии можно создать любой свой отбор. То есть здесь есть подопределенный, но можно добавить какой угодно свой, плюс в том числе сгруппировать там по условиям. Это новшество. Раньше так нельзя было. Переходим на вкладку общий, мы настраиваем реквизиты загружаемых документов. У нас будет загружаться с сайта заказ клиента, поэтому мы указываем конкретно организацию, которая у нас будет подставляться, торговый дом комплексный. Укажем склад. Склад у нас будет не использоваться документом, потому что сюда у нас подставится только тогда склад, когда у нас точка смо-вывоза. Укажем фиксированное значение. Фиксированное значение у нас будет в центральном складе. И укажем соглашение. Соглашение у нас будет в продаже в розницу. Причем мы зайдем в нее, так как у нас будет оплачиваться по заказам, нужно заходить в условия продаж. И укажем, что у нас детализация расчетов у нас будет по заказам. Пишем. Так, а что еще есть мы настраиваем? Заодно еще укажем подразделение, потому что мы будем на основании заказа делать реализацию, а для реализации необходимо указать подразделение, чтобы... Укажем торговое направление. Вот. Здесь мы вроде все настроили. Теперь нужно настроить операцию по платежной карте. Так называемую, тоже, эквариинговая операция. То, что только у нас два документа будут загружаться в текущем кейсе. Здесь мы укажем организацию торгового дома комплексной. Укажем номер платежной карты. То есть у нас она на сайте нигде не хранится, она никак не приходит, но в 1С ее требуют. Поэтому выкажу, как он фиксирует на призвольное значение, которое будет всегда подставляться. Вот так. И вроде все. И еще в новом, в седьмой версии у нас переделалась идентификация контрагентов. То есть появилась кнопка настройка загружаемых контрагентов документа. Здесь появился способ идентификации. Оно есть и для физических лиц, и для юридических лиц. И здесь есть такой вот список, в котором указано сначала внешний идентификатор, e-mail, полное именование. То есть сначала ищется по этому идентификатору. Если ничего не нашлось или нашлось два значения, он уже по этому идентификатору находит. То есть должно быть одно значение и не находиться. В данном случае мы немножко переделаем и сделаем так, что у нас будет искаться по e-mail. Если не находится по e-mail, у нас он будет искаться по телефону. А потом уже, в данном случае, если не находит и потому, или находит два значения, и он не может идентифицировать какой-нибудь конкретный брать, будет искать по внешним идентификатору. Ну, лучше, наверное, здесь вот эти вот точки не менять. Все-таки эта идентификация влияет очень сильно на дубликаты, создаваемые внутри, и мы оптимально ставим. То есть сначала все-таки лучше проверять по идентификатору, если не нашлось, то тогда по e-mail, телефону и так далее. Но тут по-разному, в зависимости от того, как клиенту проще. У нас по умолчанию, да, у нас… Не проще, скорее в зависимости от того, какая информация запрашивается от покупателя на конкретном сайте. То есть не будет, может быть, не вся информация быть при запросе, то есть может быть, не быть e-mail, а, например, забрасываться для юридических лиц, бик или еще что-то. Соответственно, лучше можно выбирать. Тут нужно же смотреть, зависимо, здесь по умолчанию у нас есть, конечно, оптимальное, но если клиенту нужен, необходимый, допустим, у него же есть этот контрагент в 1С, но нет идентификаторов, но есть e-mail, то он как-то может их там, чтобы не создавались дупли, а чтобы он привязывался. То есть как бы этот частный случай нужно в зависимости от различных ситуаций. Так, мы снастроили, вроде как все. Теперь нужно сделать настройки на сайте. Пока мы перейдем до настроек на сайте, про которые Женя расскажет, давай немножко ответим на пару вопросиков, которые вот по ходу. Ты не торопись настраивай, ты можешь рассказывать сейчас. Павел спрашивает, почему на этом сайте он не увидел казахстанских редакций и они несут в себе такие же изменения или они чем-то отличаются? И если они там вообще украинские он видел, он видел там еще какие-то, но казахстанских не увидел. Хотя там казахстанские у нас. Есть казахстанские, но там тоже сейчас версии 6 и 5. Поддерживаются вот эти три конных решения. Они поддерживаются. Когда выйдет для России, когда фонд все будет оттестировано, будут упущены и для Казахстана. Ну то есть у нас выходят для Казахстана версии тоже, но они выходят с небольшой задержкой, потому что сначала они проходят обкатку и тестирование на российских конфигурациях, потому что у нас немножко больше клиентская база по России, соответственно мы можем быстрее оттестировать какие-то основные кейсы и основные нюансы. Так, и еще сразу вопросик по ходу. Ты вот создал сейчас обмен конкретно для обмена документами фактически. А нужно ли создавать разные обмены? И эффективно ли это? Или можно все в один обмен запихать, настроить все галочки, какие необходимы, и все будет идти полностью в одном обмене? То есть мы будем обмениваться и номенклатурой в одном обмене, и ценами в одном обмене, и остатками в одном обмене. Или это не оптимально, и лучше по отдельности, и почему лучше по отдельности, если это лучше? Ну, намного оптимально, конечно, раздельно. Почему? Потому что лаг обмена... Потому что, как правило, есть актуальность данных. Например, у товаров, у документов часто бывает лаг, актуальность. Каждые 15 минут документы должны приходить с сайтом по расписанию. А у товаров, как правило, не нужно такое 15 минут, им нужно час, два, три. Поэтому имеет смысл, чтобы товары... А если товары гружаются по времени дольше, чем документы, если гружаются каждые 15 минут, то будет очень большая нагрузка и на сайт, и на 1С. Поэтому лучше всего поставить, чтобы только документы каждые 15 минут, а товары как нужно, раз в час, раз в два часа. То есть, чтобы они шли отдельно, уменьшается нагрузка на сайт, уменьшается нагрузка на 1С, и обмен выполняется немного быстрее. Потому что сначала у нас гружается товар, а потом обменится документ. И если у нас будет только документ, то все это будет намного быстрее и будет более актуально, как каждые 15 минут. Если, допустим, укажется гружеск информации по товарам и документов каждые 15 минут, то у вас товары могут гружаться 3 часа, и только документы. Соответственно, у вас не получится каждые 15 минут получать документы. У вас будут документы получаться каждые 3 часа. Ну, то есть, если я правильно понял, это оптимально разделять именно из-за того, что объем информации, когда он выгружается полностью, очень большой. Информация о изменении цен может быть массовой и примениться ко всем полтора миллионам товарам, которые есть в магазине. Если мы выгружаем по отдельности, то, соответственно, заказы будут приходить более оперативно, а товары будут приходить, например, раз в сутки, и это нормально для этого магазина. Все понятненько, идем дальше. И еще сразу вопросик, чтобы мы уже убежали с этой настройки. Вот ты сейчас настраивал соглашение, а можно ли настроить несколько соглашений, которые будут зависеть от конкретного типа пользователей? Может, у меня есть оптовики, есть обычные пользователи, есть супер оптовики. Могу я ли соглашения настраивать разные? Смотрите, у нас есть такая возможность, сейчас я это не буду ставить, потому что это будет подольше. Настройка загружаемых документов напротив соглашения можно указать из дополнительных свойств по наименованию и указать здесь название этого свойства. И если вы в 1С на сайте настроите свойства заказа, тоже назовете его так, будут у вас свойства с таким названием, как вы покажете здесь, и там будут значения этого свойства, как название различных соглашений, то при установке этого свойства на сайте у вас в 1С по этому свойству поставите то, которое соглашение, которое… Так, здесь вы указываете название свойств в 1С при загрузке, а на сайте вы это свойство привязываете к заказу и указываете значение, определенное какое-то название этого, какое-то название. 1С при загрузке заказа будет смотреть это указанное свойство для соглашения и искать соглашение, по названию которого будет значение этого свойства. Если у вас, например, будет значение свойства называться деливерская обувь, то при загрузке заказа у вас подставится деливерская обувь. Если же вы укажете в свойстве заказа, у которого здесь указано это свойство, значение продажа в розницу, то у вас подставится это соглашение. То есть получается, что свойствами заказа вы сможете регулировать, какое соглашение подставлять. В данном случае у нас фиксированное значение, мы не настраиваем какое-то свойство. Несколько вебинаров назад я показывал, как это на примере склада, как это сделать. То есть я напротив склада указал дополнительные свойства по наименованию, указал название этого свойства, с которым будут браться, а значение этого свойства устанавливал на сайте. Берем. И именно таким образом можно настроить так, какое соглашение подставляется. То есть также можно указать, какая организация должна подставляться. Вообще любой реквизит может так подставляться в зависимости от значения свойства. Так, вопросов-то еще есть? Вопросов очень много, но давай все-таки мы кейс этот закончим. Я отбирал те вопросы, которые по ходу возникали, которые ты настройку показывал, чтобы сразу же далеко не уходить и сразу же на них ответить. Давай передаем Жене слово. И он расскажет, а как под этот кейс сделать настройку на бусе и вообще требуется ли настройка на бусе. Только вы сразу так бах, и вы оказались где-то. А вот я не разбираюсь, где вы оказались. Давай начнем с чего-нибудь там, я не знаю. С самого начала. Да, с самого начала. Для начала нам нужно... Чуть-чуть громче. В настройках интернет-магазина... Прошу прощения, в настройках торгового каталога... Выключить галки «Включить сладкий учет» и «Включить резервирование». Эти галки мы ожидаем, что должны быть выключены. Это настройка торгового каталога. Настройка интернет-магазина. На странице настройки для предсказуемого поведения обмена на вкладке «Автоматизация» никакой автоматизации не должно быть настроено. Далее для... Переходим к настройкам платежных систем. И здесь надо обратить внимание на список активности платежных систем. Этот список нужен... Активность в списке влияет на сопоставление на стороне 1С. То есть мы выгружаем туда только те платежные системы, которые у нас здесь активны. Так как мы будем выгружать оплату с типом «Кваринг-операция», необходимо проверить тип. Конкретной платежной системы. В данном случае тип безналичный. Нам нужен «Кваринг-операция». В этом случае у нас... Если нас стало безналичным, то у нас создавался документ «Безналичный расчет». По безналову оплата. В данном случае нужен «Кваринг-операция», поэтому установим тип «Кваринг-операция». Именно по этому признаку определяется, какой документ оплаты будет создаваться в 1С. Такая же ситуация с службами доставок. На списке служб доставок проверяем активность, чтобы можно было на стороне 1С выставить сопоставление. Так, на этом основные настройки выполнены. Еще интеграция отсоединена. Да, забыл. Я забыл про саму интеграцию. На странице «Настрой к интеграции» ожидаем, что галка «Создавать новые заказы» включена. «Менять статусы по информации за 1С». Мы будем менять, покажем. Она должна быть включена. Кстати, снимет статус, который перейдет в статус заказа при отгрузке, то что полностью нужно на выполненном. Потому что мы же с 1С это будем все показывать. Поэтому поставь все в невыбранном. Пускай это все меняется со стороны 1С все эти статусы. Так, по умолчанию платежной системы, которые должны поставляться для каждого типа документа. Последними обновлениями была изменена логика по выбору платежной системы служб доставок. Сейчас платежная система, так же как и служба доставки, выбирается по следующему алгоритму. Если она приходит в составе документа оплаты, она подставляется в документ оплаты на стороне сайта. Если эта 1С не приходит в составе документа оплаты, то она подставляется из заказа. Если и в заказе нет ее, она берется из этих настройок. Если же здесь не выбрано ничего, берется по умолчанию. То есть, если вы хотите какой-то реализовать нестандартный кейс получения данных по оплате, то нужно обязательно зайти на эту настройку и сделать ее именно под ваш кейс использования. Иначе будет выбрано штатным образом и, соответственно, может не соответствовать вашим каким-то пожеланиям. Ну или вообще документ может попасть в состояние, что он заблокирован и по нему есть какие-то предупреждения о проблемах. Сейчас мы не выбираем никакой тип, никакую платежную систему. Будем ожидать ее со стороны 1С. Ну у нас штатный кейс, это достаточно стандартный кейс без каких-либо изменений, сложностей. То есть, нам ничего выбирать в принципе не надо. Также нам надо проставить галку для создания новой документной оплаты. В этом кейсе, кстати, не обязательно, наверное. Но в любом случае, нам нужно будет другой кейс показывать. Если у нас будет вгружаться оплата, то ничего не сломается. Поэтому пусть он стоит. И доставки. Доставки у нас будут приходить со стороны 1С. Ну в общем, в принципе, все настройки настроены и ничего не должно сломаться. Отлично. Ну давайте тогда создадим заказ внутри интернет-магазина. Мы его будем создавать из административного интерфейса. Не будем переходить в публичку, просто это будет немножко быстрее. Ну и мы будем в административном интерфейсе видеть сразу, что оплату мы проставили и так далее. И будем видеть, какие есть, если есть сбои по заказу, если у Саши с Женей пойдет что-то не так. А мы, если у них сейчас все пройдет хорошо, чуть позже сделаем специальную какую-нибудь аварию, чтобы Женя рассказал, как у нас можно видеть заказы с проблемами, как на них можно влиять и так далее. Так, ну вот зайдем на раздел заказа, зайдем по-быстренькому заказ. Так, этот товар у нас есть. У нас остатки. Так, укажем. Контер-агент, укажем службу доставка, мы укажем, у нас доставка курьера. Пример. Конечно, у нас эквариант немножко не то, но все равно это просто для примера. И способ доставки банковской карты, чтобы у нас создался документ буквально для операции. Так, сделали. Также, вы так понимаете, что по кейсу мы сразу оплачиваем. Да, мы, ну как будто человек перешел на сайт оплатой и подтвердил оплату. Да. Если у нас здесь сразу оплачивают, то у нас нужно так, чтобы у нас в один раз сразу документ оплаты провелся. Для того, чтобы у нас документ оплаты провелся, если у нас оплата полностью оплачена, то нужно в настройках установить, что у нас оплата придлительно проводить, если они оплачены на сайте. В противном случае они просто запишутся, не проведется, и получается, движений по этому документу никакого не будет. Так, что-то все разъехалось. Так, и теперь мы делаем тоже новый интерфейс. Пока выполняется, можно уже, как бы, ничего не блокируется, можно заходить уже в заказы и смотреть, появится, не появится. Вот, у нас появился документ, посмотрим, что в нем есть. Пришел заказ, у нас он не проведен, потому что у нас стояло настройка не проводить заказ. И проведенная эквариантная операция на эту сумму. Ну, давай сделаем отгрузку этого заказа, зафинализируем его, то есть завершим этот заказ. И, соответственно, посмотрим, прошли ли изменения на сайте, тоже ли заказ получил финальный статус. Потому что человек-то, когда сделает заказ в интернет-магазине, он не видит, что происходит в 1С, а он хотел бы получать статус заказа, соответственно, у себя. Так, видно, что у нас в нашем реквизите статус появился принятый ожидается оплата. Самый статус у нас пустое значение, потому что, когда мы используем алгоритм, у нас статус не статуса заказа, а статус свой стоит пустой, поэтому им нужно тоже уже регулировать ручками. В данном случае у нас будем ставить выполнение, потому что нам нужно сделать отгрузку, выделяем эти две части, заполняем обеспечение на отгрузить. Так, если по доставке, посмотрите, у нас была доставка курьером, у нас поставился способ доставки на осмотрение транспортной службы. Так, да вот смотри, давай подожди, пока мы работаем около доставок, здесь вопрос как раз в тему. А возможно ли вообще передать способ доставки в 1С, когда не передаются документы по отгрузке? Кейс немножко, конечно, сложный, ну, как бы специфичный немножко, но возможно ли так сделать? В 1С? Да. То есть у меня есть в бусе заказ, но я не хочу передавать документы по реализации. А у нас как раз-таки сейчас и документ отгрузки не пришел в 1С? Не документ отгрузки, заказ. Он не хочет, чтобы приходил в 1С заказ? Только отгрузки, только отгрузки. То есть отгрузки так и не пришли у нас, а пришла информация. То есть без проблем такой кейс сделал. Да, у нас как раз-таки этот кейс, у нас отгрузка не приходит, но информация из-за отгрузки приходит в заказе. Может быть, конечно, это будет сложности, когда у нас несколько отгрузок в 1С, но в данном случае там уже нужно другими механизмами. Да, там немножко еще сложнее становится. В принципе, то есть это возможно и сделать это можно. Фактически мы это и сделали, потому что мы отгрузку не передавали, все верно, мы отгрузку делаем внутри 1С. Да, поэтому у нас, конечно, отгрузка, которую указал клиент, она у нас пришла в заказе. И она же выгрузится и подставится в отгрузку, которая будет создана со стороны 1С. То есть тут ничего не потеряется, все будет красиво. Так, поставим мы к выполнению. Теперь мы отгрузим ее. Из-за того, что это монитор маленький, все формы едут. Ну, блин, к сожалению, вебинар не умеет передавать огромное разрешение, иначе там ничего не будет видно, поэтому приходится разрешение немножко занижать. Так, перенесем. Количество у нас там было 1 штука. Проведем. Так, не удалось, почему? Ну, проверим. Ну, и заодно, пока ты ковыряешься в рамках заказа, покажи, пожалуйста, где ты проверяешь способ доставки внутри заказа. То есть где можно увидеть внутри заказа, вот твоего заказа, где можно увидеть способ доставки, который выгрузился. Просто раньше доставки никак не выгружались толком, они там как просто информационное сообщение выгружались, и всем очень интересно, как все работает. Не угадал я с товаром, конечно, того товара на складах нет, поэтому сейчас просто ручками я склад поменяю в заказе на склад бытовой техники. В принципе, ничего не изменяется, потому что склад – это у нас фиксированное значение, в данном случае ничего не изменилось. То есть наоборот, у нас получилась достаточно штатная ситуация, выбран какой-то склад внутри 1С, товара не оказалось, есть на витрине, на каком-нибудь другом складе. Мы меняем склад, делаем эту отгрузку. Ну, в данном случае, в склад, который мы указали, там товара не было, выгрузили там, установили тот склад, который есть. Ну, должен быть, в всяком случае, я надеюсь. Мне просто как клиенту, сделавшему заказ в интернет-магазине, в принципе, по барабану, где вы его будете там находить. То есть мне главное, чтобы вы его не отгрузили, я увидел внутри заказа, что у меня отгрузка произошла. Да, вот сейчас отгрузка произошла. Сейчас это доделаю, потом вопрос встречен. Да, давай. Так, устанавливаем статус, то что, ну, финальный, все, мы выполнили отгрузку. Оплатен фирм выполнен вообще. Ставим в другом порядке просто. Так, и ставим здесь закрыт. Все, готово. Сейчас делаю обмен, и мы в это время пока ответим на вопросы. Так, а, сейчас смотрим, что у нас на сайте. На сайте у нас он оплачен, не отгружен. Вообще отгрузки нет. Отгрузка у нас... Нет, отгрузка у нас там есть. По факту, она просто не была передана в 11. Она просто не нужна, сайт не управляет отгрузкой. Да, сейчас выполним обмен. И тут вопрос был. Вопросик был, а покажи в 11 в документе, который пришел, где мы показываем, какая была отгрузка, и вообще как можно увидеть, чем там хотят люди отгрузить. Просто раньше в 11 такого не было, и всем интересно. На вкладке «Доставка» здесь есть способ доставки. Ну, у нас сейчас так настроено. Это способ доставки. Академия – это стандартный, и здесь есть определенные значения. А они могут расширяться? Или это предопределено в 11? Да, это предопределено. Если им нужно больше, то можно привязать, как и статус. Создать свои свойства и привязать к статусу. То есть, если вам достаточно штатных значений, можете использовать штатные. Если штатных значений недостаточно, это может быть большой достаточный магазин, то можно сделать через свойства. Так, смотрим, что у нас получится. Так, в данном случае у нас… Статус у нас не поменялся. Похожем, посмотрим. Пришел оплаченный, отгруженный. Есть отгрузка, доставка при этом. У нас ничего не потерялось, банковские карты, так все осталось. И позиция. То есть, как бы, кейс, все нормально. Почему, кстати, статус? Я посмотрю, почему. Давай разбираться. У пленных будут такие же проблемы. Нет, я просто таки со статусом как раз… Ну, функционал, кстати, может что-то и не работает. Посмотрим. Так, сайт выполнил. Ну, не знаю, может быть, если есть какая-то ошибка, посмотрю, в чем проблема, и перевыпущу обновление сегодня. Ведь, как бы, может быть… Ну, ошибки у заказа нет, просто не пришел статус. Ну, статус не обнаелся, просто и все. То есть, возможно, просто статус не выгрузился, и все. Надо посмотреть, скажу точно, в чем это. Смотри, по доставке достаточно много вопросов идет от разных клиентов. А вот ты сказал, что есть два способа фактически доставку выгрузить. Давай мы покажем второй способ. Ну, тут каким образом завести доставку на интернет-магазине, вернее, они там уже заведены. Как ее теперь по свойству выгрузить внутрь. То есть, вот второй способ. Давай как-нибудь. По свойству. Давай попробуем. Конечно, тут со статусами не получилось. Посмотрим. Так, можно уже в втором кейсе это проверить? Да, да, без проблем. Давай во втором кейсе это проверим. Второй кейс, который мы с вами разберем, это когда также 1С является главным в нашем обмене. Все управление будет происходить там. Мы создаем заказ на сайте, но оплачиваем этот заказ внутри 1С. Предположим, что эта оплата была наличными или клиент не наличными, а той же карточкой рассчитался, но при приходе в офис. То есть, он выбрал в способах доставки, предположим, выбрал самовывоз, пришел к нам на точку. У нас там стоит 1С, стоит наша сидит девочка или мальчик. И она принимает оплату от него, делает изменения, что оплата прошла. И вся эта информация должна попасть на сайт. Так, в данном кейсе нам надо зайти и снять флажок, чтобы у нас загружались оплаты. Они у нас не должны загружаться. Нет, ну почему, смотри, это же может быть микс режим. Микс у нас следующий кейс, наверное, или нет? Или можно сразу третий кейс показать? Нет, там следующий кейс еще сложнее. Давай договорились, давай снимаем оплату. Мы считаем, что у нас магазин, который не принимает оплату на сайте, мы полностью работаем на оффлайновой точке. То есть, заказ оформляется, потом клиенты приходят и его забирают. Давай такой режим сначала совсем простой покажем, дальше будем усложнять. Так, сделали. Сейчас мы сделаем заказ. А, я сразу поставлю, чтобы у нас поставлялся склад нужный. Добавим товар. О, этот же товар добавим. Да, но у нас здесь товар как таковой сильно-то и не интересует. Набразится, нет какой-то товар. Добавим. Ну, а здесь служба доставка, мы укажем к самому власть. Ну, пусть у нас будет самому власть. Способ оплаты смотреть не будем, но подразумеваем, что тоже банковская карта. Все, мы сохраняем. Делаем момент. Решил новый заказ. Так, что мы там оплачиваем его? Мы оплачиваем его не на сайте, а внутри 1С, то есть заказ должен прийти, он не оплатился на сайте, мы его будем оплачивать внутри 1С и выгружать на сайт с изменением всех этих данных об оплате и за финализацию заказа на сайт из 1С. Так, поставим его к выполнению. Так, доставка у нас самому власть. Мы меняем, кстати, доставку, способ доставки или не меняем? Мы можем его, в принципе, не менять, нет большого смысла его менять. Лучше мы потом покажем по доставкам. В третьем кейсе покажем. Как сделать по свойствам. Очень редко будет меняться доставка. Да, мне по свойствам, там будет по-другому. И в самой доставке одна доставка будет пойти по одной службе, а другая доставка. Насколько я понимаю, хотят люди, чтобы они увидели внутри 1С какие-то нестандартные способы. Потому что ты же сказал, что они предопределены, а может не хватить. И вероятность очень высокая, что не хватит. У меня даже на локальном магазине у жены около 25 способов доставки. Не из-за того, что их много, а они специфичные для разных регионов. То есть она работает по всей Калининградской области и доставок очень много. То есть она уже упрется в предопределенные твои. Хорошо. Так, тут у нас простой кейс. Следующий будет сложный. Почему статус? Не хочет. Так, вот мы его сделали. Проверить теперь мы на основании него и оплатим. Оплатить можно, ну мы тоже экварионные операции будем оплачивать. И отгрузим. А теперь возьмем заказ и заказ мы закроем. Так, сейчас еще зайдем на стройки и посмотрим, что у нас точно. С оплатами у нас они выгружаются? Выгружаются. Отгрузки у нас выгружаются. Все хорошо. Открываем сайт и смотрим, что у нас получилось. Так, получилось так, что у нас он оплачен стал, стал отгружен. Статус почему-то не поменялся, я посмотрю. Ну, со статусом понятно, видать какая-то ошибочка, мы сразу же ее исправим. Модуль-то только вышел, новый. Вот, отгрузка у нас не поменялась, она отгружена стоит. Панковские карты, кстати, поставились, потому что мы делали соответствие терминального этого... Ну, короче, терминалы привязывали к платежной системе, поэтому платежная система поставилась та, которая пришла, нашлась по связке. То есть, как бы вот кейс сработал. Ну, отлично. То есть, фактически, даже если у вас толком нет настроек никаких в платежных системах на сайте, но есть какие-то виртуальные, которые вы создали и положили, вы можете клиенту даже показать на сайте, в личном кабинете, чем реально он оплачивал. У вас может быть терминал внутри, он может оплатить наличными и так далее. То есть, на сайт можно передать будет информацию, чем он оплачивал. А в связи с новым законом ФЗ-54, мы немножко попозже о нем поговорим, еще и чек придет потом клиенту тем способом оплаты, каким он выбирал. Окей, что, переходим к следующему кейсу? Давайте. Следующий кейсик. 1С главное, как всегда. Мы работаем в 1С с заказами, создаем заказ на сайте. Оплата частично происходит на сайте, а частично в 1С. 1С, заказ дополняется в 1С товаром, и после этого появляется фактически из-за этого схема, что у нас частичная оплата. То есть, получается, я создал заказ на сайте, положил туда, ну не знаю, телефон, заказ ушел в 1С. Вы его получили, и тут я делаю тебе звонок и говорю, Саш, а давай-ка мне к телефону вот эту вот штуку еще добавь. Ты мне ее добавляешь в этот заказ, я доплачиваю за это наличными при получении, например. Соответственно, у меня 2 оплаты и 1 реализация и 1 изменение по заказу. Давай попробуем такой кейсик. В первую очередь мы сразу создадим заказ просто, а потом перейдем в сами настройки со стороны 1С. Здесь, в принципе, все то же самое, заказы, они вообще идентичные. А нам на стороне буса нужно что-нибудь настраивать. А у нас уже настраиваем. Для такого кейса настраиваем, да? Окей. Так, слуху доставки мы укажем без доставки, но потом мы ее изменим на доставку курьера. Мы ее не изменим. Тут же получается, что я оплатил заказ, что-то к тебе пришло, ты его проапдейтил, и вот потом все изменилось. Так, не понял. Короче, укажем сначала без доставки, все равно у нас будут 2 отгрузки. И у них будет в обоих разная доставка. Здесь у нас банковская карта. Теперь мы оплату, типа, предполагаем, что оплачено. Оплачено. И заходим сюда. Мы здесь настраиваем. Раз у нас не получилось со свойствами заказа, мы немножко перенастроим статус заказа. И привяжем их к свойствам заказа. А к состояниям заказа. Я же не помню, конечно, какие там все были состояния, но закрыт точно такой. И не дожидается согласование. То есть тоже точно такой. Так, теперь подразумевайте, что у нас оплаты и загружаются, и выгружаются. И отгрузки у нас, они выгружаются. Причем нам нужно сделать соответствие отгрузок. Их не делали, сейчас мы сохраним. И сделаем службу доставку для конкретной отгрузки. Давай. Создаем свойства. И теперь у нас только делаем соответствие. Теперь мы сейчас загрузим в 1С. На сайте у нас вот такой вот заказ. Это без доставки, стоят банковские карты, полностью оплачен, количество 1. Если посмотреть в 1С, пришел заказ, у которого он оплачен и у него, но сам он не приведен. Давай, мы в заказ, получается, сейчас добавляем еще один товар, какой-то другой. Способ доставки у нас без доставки. Уменяем количество на 2 штуки. Статус ставим «выполнение» и «отгрузить». Способ доставки у нас было без доставки, у нас значение было плохое, которое здесь не предусмотрено. Поэтому у нас еще не отобразилось. Так, сделали мы на 2 штуки. Ты имеешь в виду по статусам? Да, но не по статусам, а по службе доставки. Это было 3 значения, и просто в заказе одно из этих значений не использовалось. Поэтому оно было пустое, и из этого пришлось другой немножко указывать. Так, теперь мы сделаем… А, то есть у нас все было то, мы должны были сделать реализацию на одно количество, и реализацию, потом сейчас одну штуку реализацию, и потом еще одну штуку, другая реализация. Что в один раз у нас есть такое значение, то есть списков значений может быть много, но в тех или иных документах используется разное количество этих значений. И остальные просто как бы не использованы скрыто. Вот я как раз указал то, которое было в заказе скрыто. Так, указали. И сейчас еще сделаем одну реализацию, тоже на одну штуку. Но укажем конкретно другую службу доставки. Так, укажем службу доставки, доставку курьером, но у нас это на суммы. Как добавить сумму? Для того, чтобы добавить сумму, нужно добавить товар, который называется доставка товара. А вот доставка... Как оно там называется-то? Кажется, доставка товара называется. Можно, кстати, точно проверить. Сейчас покажу. Есть такой идентификатор объектов метаданных. Мы убираем справочник номенклатура. Это должна быть услуга с идентификатором order delivery. А, доставка заказа. Можно указать любой товар, но главное, чтобы код этого товара был order delivery. На данном случае указал доставка товара. У меня он не подставится, потому что у него как-то идентификатор пустое у него стоит. То есть, тут в реализацию и указать доставка заказа. Так, указать количество 1, а цена у нас будет именно так, ведь цены у нас произвольно надо ставить. А цена, которая у нас будет, стоимость доставки. Но поставил у нас 300 рублей, например. Чтобы точно знали, что это наша цена, 777 поставим. Такой цены точно нет на сайте. Проведем и закрываем. Так, а теперь у нас по идее... А, сказать, оплату мы делаем вторую? Я не помню. Сейчас посмотрим, созданные документы. А это оплату мы вторую не делаем. Делаем еще одну оплату. Такую, чтобы не мучиться. Вот, оплатили. Теперь мы заказ мы закрываем. Все, закрыли. Сейчас мы смотрим обмин и надеемся, что это все попадет на сайт. Сейчас и узнаем. Сейчас и узнаем. Так, сейчас у нас... Только вот Женька говорил, что там что-то нужно на сайте настраивать, что тот фейс сработал. Нет, уже настроено. Все настроено. А давай хотя бы покажем, что на сайте нужно было сделать, раз все настроено. А то потом клиенты не настроят. Мы на первом шаге настройки выполняли. Настройки интеграции. Основные настройки это... На вкладке заказы. Создание документов. Изменение статуса. Информация из 1С. Собственно, это основные настройки, которые должны быть выполнены, если вам не нужны какие-то предустановленные настройки из этого блока. Из блока, где мы указываем типы платежных систем. Другие настройки здесь не требуются. Так, смотрим, что у нас получилось. Что у нас пришло. Смотрим, что у нас пришло. В итоге у нас... Вот он, заказ у нас пришел. Статус. Почему-то я не знаю. Или это может просто на сайте что-то такое. Но по идее я посмотрю, почему не меняется статус. Такого быть не должно. Вот. Если... Ой, хотя оттуда было лучше видно. А нет, оттуда будет больше видно. Так, здесь можно посмотреть. Так, если по товару видно, что у нас товара стало 2. То есть, как и должно быть. Оплаты у нас тоже стало 2. Причем оплачена та, которая с сайта и та, которая из 1С. По отгрузкам. Отгрузка вот первая пришла, которая... Здесь нельзя посмотреть. После. Развернуть. Ну ладно, отсюда. Видно, что у нас самовывоз и тот, который клиент указан с доставкой 0. С количеством 1. И вот вторая, которая... Вторая, то есть доставка 0.777, которой указали доставку курьера. То есть, фактически мы сейчас сделали следующий кейс. Кроме того, что мы просто добавили товар внутри 1С, мы еще и сделали его платную доставку. То есть, это получается ситуация такая, что я заказал телефон, типа я его заберу сам. И попросил добавить еще один товар, которого, например, нет в наличии в данный момент в 1С, нет в наличии у этой компании. Она чуть позже сделала его отгрузку, но доставка уже платная, потому что я попросил его доставить мне домой. И фактически мне сразу же пришла и доставка, и ее стоимость. То есть, можно делать достаточно гибкий и очень сложный кейс. Окей, двигаемся дальше. Дальше у нас... Сейчас посмотрим, что у нас дальше. Так. А дальше у нас кейс еще веселее. 1С опять у нас является главной. Мы работаем в 1С с заказами, создаем заказ на сайте, оплачиваем его на сайте и отправляем чеки на ККМ. То есть, фактически мы сейчас покажем вам сценарий, когда у вас есть интернет-магазин, и у вас есть точка самовывоза, либо очень небольшая розница, где там, ну не знаю, за день 20-30 клиентов приходят, в основном вы работаете с интернетом. Почему такие ограничения? Потому что если у вас розница с огромной текучкой и с интернет-магазина падает очень много заказов, использовать кассу в микс-режиме не очень хорошо. Во-первых, кассиры будут путаться и не давать не тот чек клиенту, потому что чеки будут печататься на кассе, которая стоит у кассиров фактически. И это достаточно необычно. Поэтому если много клиентов приходит, я пришел как клиент, мне Саша тут отправил заказ, провел, распечататься должен чек, и тут же вылез чек из интернет-магазина. Он мне по ошибке вместо моего чека дал чек с интернет-магазина. Чтобы такого не происходило, в микс-режиме стоит использовать только тогда, когда у вас достаточно немного чеков внутри офлайнового бизнеса, и есть какие-то чеки с интернет-магазина. Много их, немного – это уже другой вопрос. Давайте настроим эту штуку. Это актуально в связи с вступлением в FZ54 прямо завтра. Так, в данном случае мы настроим загрузку документов в режиме реального времени. Для этого мы создадим новую настройку. Для чего вообще в режиме реального времени настраивать? Это настраивается для того, что по закону вы должны выбить чек сразу, как они сделали трактовку, после получения оплаты от сервиса, который принял деньги. То есть, если у вас подключена, я не знаю, Яндекс.Касса, они приняли кредитную карточку или банковскую карточку вашего клиента и отправили статус в наш интернет-магазин о том, что деньги списаны с клиентой. После получения этой информации внутри интернет-магазина достаточно быстро должен быть выбит чек. Нет конкретной даты или времени, когда он должен выбить. Есть только формулировка сразу после получения оплаты. Давайте попробуем этот реал-тайм режим настроить. Наша система понимает эту схему. Она старается все делать в реал-тайме, то есть сразу, мгновенно, после получения оплаты. Давайте убедимся, что так это и работает. Так, ну, сначала заходим в настройки и заходим в настройки. Указываем каталог лога для общих операций. Это как раз таки будет там, где будет лог во время печати. Укажем. Укажем, что у нас используется механизм обмена в режиме реального времени. Укажем, что у нас, какая настройка у нас будет в этом участвовать. Так, нужно поставить флажок, что у нас используется механизм печати чеков. Вот, стоит. И, в общем, на стороне 1С все готово. Но, единственный момент, то, что у нас база файловая, запускать реал-тайм нужно из клиента. И то же самое печать чеков тоже нужно сказать. То есть нужно запустить еще 2 сеанса работы 1С. Ужас. То есть, получается, мы запустим 3 сеанса аж работы. Да. На одной машине. Если база была бы клиент-серванная, то нужно было запустить только один, который печатает. Жень, на стороне буса что-нибудь для того, чтобы ты эта схема работала, настраивать надо, кроме настройки просто самой кассы. Надо проверить галочку в настройках платежной системы. Давайте проверим. То есть необходимо зайти в платежную систему, Женя сейчас это выполнит, и убедиться, что с данной платежной системы, с которой мы будем сейчас использовать, стоит галочка печати чеков. Иначе чек не будет распечатан. Вот это галочка. Разрешит печать чеков. Она установлена. Все. Она установлена. Чеки должны распечататься. Давайте проверим, что это действительно так произойдет. Сейчас запущу. Конечно, надо было один запустить. Но ладно. Сейчас мы нажимаем на кнопку запустить обмен документов в реальном времени, в ручной режим. И у нас сейчас тут все подвиснет. А-а-а. Не запустим мы в реальном времени. Потому что это копия базы. Забыл, кстати, сделанную такую штуку, что у нас фоновые задания не выполняются в копии базы, потому что очень часто клиенты разворачиваются в копию базы и забывают то, что у них есть настольное расписание с обменом. И они забывают, и получается то, что заказы сайта приходят не в рабочую базу, а в копию. И после этого заказы реально не попадают потом. И клиенты ждали, куда попадают наши заказы. Они просили такую сделать штуку, как раз я сделал такую штуку, но так как это база, я перенес в другую базу, это стала копия базы. Поэтому сам режим обмена в режиме реального времени запустить не получится. А это можно как-то сделать и не копией? Как это можно делать? Честно, я сейчас не помню, что это механизм 1С, который смотрит. Мы можем делать по-другому. Не запуская обмен в режиме реального времени. В чем смысл режим реального времени? То, что сразу попадает в документ 1С и потом будет распечатываться. Если же мы сделаем сейчас ручками, это то же самое, то тогда тоже все распечатается, но просто как бы не всегда сразу оперативно нажимаем это ручками. Отлично. Но самое главное, что мы рассказали о этом режиме, мы предупредили клиентов, что теперь не будет проблем с тем, что копия перехватывает информацию реалтаймовую и печатать пытается что-то или вообще что-то делать с этой реалтаймовой информацией. Но то, что ты это сделал, это другой отдельный прикол. Запускай руками. Ну, на самом деле, кстати, это очень частная проблема. У меня вот пишут там и в мессенджерах, и на форуме писали, сделайте такую штуку. Сделайте, потому что люди забывают и угрожаются не туда, куда надо. А это как раз вот для всех операций, которые выполняются там. Так, а для печати чеков в автомате нужно тоже запустить. Так, есть эти печати чек интернет-магазин. Во-первых, нам нужно, так как у нас касса настроена всего одна, она сразу подставилась. Плюс также нужно открыть смену. Мы открываем. Вот, и теперь мы нажимаем на кнопку «Начать работу кассы». Так, у нас распечатался чек отчета об открытии смены, то есть смену мы открыли. И нажимаем «Начать работу кассы». Теперь сделаем заказ и мы его оплатим. Мы сделаем как будто это натуральный реал-тайм, то есть делаем заказ, не оплатим его, выгрузим его в 1С, потому что по реал-тайму он сразу бы пришел неоплаченный, а потом мы его на сайте снова изменим, уже сделаем оплаченный и снова сделаем выгрузку. Окей. Окей. Так, сделаем, сейчас сделаем обмен. Так, вот у нас пришел заказ, посмотрите, у него должна быть оплата непроведенная. Теперь мы заходим на сайт в эту оплату и говорим, что она оплачена. И по-хорошему нужно все сделать, конечно, я именно эту память не проверял, но должно все работать. Так, делаем обмен. Смотрим, что у нас тут. Не распечатался. Смотрим, почему. Так. Почему оно может не распечататься? Может быть, кстати, за реал-тайм, конечно. А если ручками? Ручка опечатается. Ну, нужно смотреть. Возможно, то, что у нас она не запущена. Ну, конечно, нужно реал-тайм. То, что у нас это копия базы и не запускается реал-тайм. И за это, возможно, вся эта штука. Вот у тебя, кстати, проставлен сайт. Сайт на сайт в чеке. Ну, в этот момент я посмотрю точно. Возможно, сейчас я сниму вот такую штуку, чтобы копия базы тоже могло все это выполняться. Вот. И тогда как бы… Нет, ну, смотрите, снимать эту штуку, наверное, не надо. Это правильная операция. Ее можно сделать настраиваемой, например, и сделать это включенным по умолчанию. Можно так сделать. То есть, когда вот у нас что-то возникнет, или у клиентов, что нужно будет проверить на копии базы, они могли это прекрасно сделать, просто сняв эту галочку. Но галочка будет специальная и не будет создаваться проблемой, если эти не включились специально. Окей. В принципе, мы рассмотрели все кейсы, которые мы хотели. И, наверное, мы будем переключаться на меня. Заберу я у вас картинку. Скажите, что мы видим. Было приятно вам вести этот вебинар. Если он вам был полезен, пожалуйста, поставьте на вкладочке «Questions» по десятибальной системе какое-то число. Нам это будет приятно. Если у вас есть вопросы или идеи по интеграции с 1С, Женя и Саша очень быстро решают эти вопросы и стараются все идеи реализовывать, вы можете оставить эти идеи на сайте идеи идея.1sbitrix.ru Спасибо всем. Было приятно с вами общаться. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...